Информационная программа новости в эфире в студии Виктория Буханцева. Смотрите сегодня в материалах корреспондентов Оркен Медиа. В особо крупном размере 8 лет за продажу героина получил житель Балхаша. Подсудимый вину в совершении уголовного правонарушения не признался. Цена знаний, почему в Балхаше подорожали дневники. Еще сказали, не принесете двойку поставить. Укол здоровья, кто получит бесплатные вакцины от гриппа. Каждый год вакцины разные, немножко с разным составом. 8 лет тюрьмы получил житель Балхаша за хранение и продажу героином. Наркотики мужчины нашли при задержании и обыске квартиры. Арестовали дилера во время очередной сделки, на которую пришел подставной клиент в погонах. При себе у жителя Балхаша было 0,16 граммов героина. Позже при обыске квартиры стражи порядка нашли еще больше 2 граммов наркотика. Мужчина уверял, что не собирался продавать запрещенные вещества. Однако суд назначил срок по статьям за незаконное хранение и сбыт в особо крупных размерах. Ранее 58-летний мужчина был судим за тяжкое преступление. Его приговорили к 8 годам колонии средней безопасности. Житель города Балхаш был признан виновным в совершении уголовного правонарушения предусмотренного статьи 297, часть 2 УК Республики Казахстан, а именно незаконное хранение и наркотики средств в целях сбыта особо крупного размера. Подсудимый виновным в совершении уголовного правонарушения не признал, в связи с чем судом было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. КамАЗ с товаром сгорел на трассе под Балхашом. Грузовик вспыхнул неподалеку от поселка Гульшат. Пожарных вызвали очевидцы. К приезду огнеборцев Рено полыхало уже полностью. Около получаса 10 специалистов и две машины тушили остатки транспорта. Товар и грузовик выгорели полностью. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Водитель не пострадал. По предварительной версии причиной возгорания стало короткое замыкание. Поступило сообщение о том, что на трассе Алматы-Екатеринбург на отметке 589 горит грузовой автомобиль. Жертв пострадавших нет. Материал передан в лодчейсах Твойского района. Жители пятиэтажки на улице Мира несколько месяцев дышат канализационными испарениями. Во дворе дома периодически появляется большая зловонная лужа. Свои истоки она берет из колодца в соседнем дворе. Визиты коммунальщиков решают проблему лишь на время. Что мешает устранить ее окончательно, разбиралась Акмара Алхасина. Жильцы четвертого дома по улице Мира показывают лужу, которая уже несколько месяцев буквально отравляет их жизнь. Из-за канализационных стоков в теплое время невозможно открыть окна или погулять во дворе. Зимой зловонные потоки превращают участок перед домом в каток. С колодца, видите, вон колодец у нас начинается. И оттуда вот эта вот река идет, озеро по всему улице Сифолина. Круглый год. Только почистят опять засор. Что они там кидают, я не знаю, в этот колодец. Здесь лед лежат зимой вообще, невозможно ходить. Детям жалко здесь вообще. Мы же обращались к общежитиям заведующим, я сколько звонил. Он говорит, не наши, с этого дома приходят постоянно. А колодцы же от них же, от общежития. Постоянно вода весь лето невозможная. Как оказалось, зловонная река бежит с колодца общежития. Источник благоухания коммунальщики чистят больше двух раз в неделю. Но жильцы комнат не перестают смывать различный мусор. Тряпки, предметы гигиены в канализацию. Последней находкой из колодца была шкура кролика. Как себе домой, каждый день туда ездим, день и ночь постоянно. Жители сами бросают туда тряпки, шкуры, памперси, все это. Поэтому часто забиваются с туалета, а не смывают. Чтобы решить проблему, специалисты Балхашсу планируют поставить сетки-ловушки в колодцы. Они будут задерживать крупный мусор и раз в неделю очищаться коммунальщиками. Установить их обещают через неделю. Под поселком Саяк нашли воду. На сегодня восьми скважинах выкачивает больше 10 литров в секунду. Этого хватит, чтобы обеспечить питьевой весь поселок. По проекту предусмотрено бурение в 20 местах. В 14 из них уже закончились работы. Геологические разведки будут продолжаться до следующего года. А водой из скважин сельчане смогут пользоваться только после подтверждения специальной комиссии. Сейчас Саяк питается из водовода, что за 200 километров от Балхаша. Он изношен на 90%. Коммунальщики спасают ситуацию текущим ремонтом. Нужно еще прокачать, как минимум, в эту всю осень. В дальнейшем прокачать, надо будет заново прокачки этих скважин проделывать весной следующего года и летом. И после этого может быть точное подтверждение того, что у нас объем воды будет достаточное их ослабление. Когда надо будет это подтверждение, после этого уже начнется разработка строительных сооружений. Не простые, а золотые. Родители балкарских школьников в поисках новых дневников с переходом на пятидневку в учебных заведениях потребовали специальные ученические ежедневники. Купить такие можно не в каждом магазине. Ажиотажем воспользовались продавцы канцелярии. Пятидневные дневники на рынке продают по 800 тенге. Журналист Торкин Медиа разбирали ситуацию. Нелли Вайс с первых дней сентября штурмуют канцелярские отделы. В школе с племянницей потребовали пятидневный дневник. Родители по очереди дежурили на рынке, следили за поступлением. Привоз ждали почти 20 дней. В пятом классе у меня ребенок в казахском учите. Еще сказали, не принесете двойку поставить. Сегодня последний день сказали. А мы только вот сейчас его обнаружили. Я сейчас была в трех местах, их нет. Отсутствие графы суббота – это единственное отличие нового дневника от старого. Там теперь место для заметок учителей. За спецвыпуск школьного ежедневника в мягкой обложке продавцы на рынке просят 800 тенге. Столько не стоит даже шестидневный в твердой обложке. Максимум цена на них 400, а минимум 80. Закупочная цена высокая. Вот привоз такой был. Поэтому и поставили 800. Я же не буду в убыток себе работать. Мы аренду платим, налоги. Тот самый дневник корреспонденты Оркин Медиа нашли в книжных магазинах. Почти в два раза дешевле. Было 300 тенге, потом 400. А в этот раз получили по 450. Из-за кислотного тоже. В отделе образования наших корреспондентов заверили – покупать особые дневники не нужно. И требовать их не вправе. Ни одно учебное заведение. Уважаемые родители, на сегодняшний день Министерством образования Республики Казахстан, Управлением образования Карагандинской области и отделом образования города Балхаша соответствующих локальных актов, то есть приказов или постановлений, не имеется о введении единого требования к введению школьных дневников, учащихся. Шестидневные недели или пятидневные недели никак значения не имеется. Обязательства, обязательно, чтобы купить именно пятидневный дневник, такого нет. Больше 10 миллионов тенге потратили в Балхаше, чтобы собрать в школу детей из малообеспеченных семей. В Балхаше продолжается акция «Дорога в школу». Половину суммы выделили из бюджета. Еще 5 миллионов тенге – это помощь предприятий и предпринимателей, и простых горожан. На собранные деньги 400 школьникам купили все необходимое для учебы. Канцелярские принадлежности и школьную форму. В основном это дети из многодетных семей, сироты и семьи, где один кормилец. По словам специалистов, в этом году на помощь откликнулись больше предпринимателей. Самая крупная сумма, которую выделили бизнесмены – 300 тысяч тенге. Помощь в виде канцелярских товаров, в виде портфелей, в виде спортивных костюмов, одежды школьной, обуви школьной и спортивной. Вручение проходило здесь в штабе, и по школам проходит вручение. Каждому ребенку уже школа сама вручает непосредственно в школе. Больше трех тысяч вакцин от гриппа привезли в Балхаш. Первыми на противовирусные уколы пойдут дети, беременные и пенсионеры. Когда будет пополнение препаратов и как получить прививку – все в материале наших корреспондентов. Девятимесячная София получает свой первый иммунитет от гриппа. Прививку от вируса детям начинают ставить с полугода. На прием ее привела бабушка, чтобы уберечь внучку в холодный период. Вместе с девочкой препарат во второй поликлинике получили уже 35 человек. Ну вот сезон гриппозный начался, пришли получать прививку. Ну в принципе не болеем, получаем для чего? Для здоровья. Все дети для здоровья получают. В первой очереди на укол дети, беременные, пенсионеры и сами медики. Они получают прививки бесплатно. Вакцина в этом году новая – Гриппол плюс. Препарат российского производства доставили в Балхаш из Караганды. В этом году, например, эта вакцина работает, затем происходит привыкание вируса и после этого на следующий год уже вакцину надо менять на другую. Поэтому каждый год вакцины разные, немножко с разным составом, культура выращивания. Все целевые группы наши пока 100% не охватим, будем прививать. Пока закупили больше трех тысяч вакцин на город. 250 отправили в Саяк, остальные распределили по двум полиглиникам. В конце сентября балхарские медики ждут вторую поставку. Тех, кто не входит в льготный список, привьют на платной основе. Сколько будет стоить процедура, пока неизвестно. Перед прививкой нужно обязательно проконсультироваться с терапевтом. Ольга Сивоха, Виктория Буханцева, Руслан Сипен, Оркинмедиа. За миллион тенге в Балхаше будут соревноваться лучшие акины Казахстана. В эту субботу, 23 сентября, в городе пройдет Айтыс. На сцене Дворца культуры выступят 8 айтыскеров. Это самые сильные поэты-импровизаторы Казахстана. Участников уже распределили на 4 пары. Также известны призы. За первое место – миллион, второе – 700 тысяч тенге, за третье – 500. Конкурс устраивают в честь Дня города и 215-летия Акбай Батыра. В Балхаше соберутся лидеры этого искусства. Это Сара Токтамысова, Серегзад Юсингазы и другие. На этой неделе в Казахстане отметят День языков. Празднование этой даты проходит не один день. Ему посвящают недели, а то и декады. А корреспонденты Оркен Медиа в преддверии праздника решили проверить у горожан знания языка. Что означает ланита? Это рука, ладонь, а ланита, по-моему, щекань. Голова, примерно. Это не лекарственное растение? Ну, лицо? Не знаю, в хисти там что-нибудь, кость. Как название планеты? Талмач – это человек, который на рынке продвигает свои товары. Не знаю. Пиджак какой-нибудь? Что-то к спорту относится. Который толкует, что говорят. Чоботы, наверное, какая-то обувь. Ботинки, по-моему. Бочимаки такие. Это какое-то древнее слово, да? Чоботы. Чоботы сделал. Альма-Матер, ну, это, по-моему, университет. Что-то учебное заведение. Не слышали? Нет. Мозжетно. М-м-м, без понятия. На сегодня все. Следующий выпуск смотрите завтра в 20.15. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова